Шалом! Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры, христиане и евреи, все, кто сейчас смотрит наш канал Две Маслины Лайф. Это канал иудейско-христианского диалога в России, и поэтому его главная цель заложить основания для созидательных новых доверительных отношений, отношений равных между христианским и еврейским сообществом России. Это площадка, на которой каждая страна имеет полную свободу высказывания собственного мнения, если оно служит созиданию, а не разрушению новых отношений. Здесь, на нашем канале, мы учимся слушать и понимать друг друга. Со временем, с удивлением, мы обнаружили, что тем для совместного обсуждения, которые нас объединяют, гораздо больше, чем тех, которые нас разделяют. Вот почему авторами передач нашего канала являются как христиане, так и евреи. Сегодня мы с огромным удовольствием открываем новый цикл передач об истории еврейской песни с кантором Московской синагоги современного иудаизма Дмитрием Карпенко. Уверены, эти передачи станут любимыми для многих из вас. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Карпенко. Я кантор Московского центра современного иудаизма. И сегодня мы с вами поговорим о музыке, о еврейской музыке. Есть ли понятие еврейская музыка? Нет ли его? Много разных версий, как крайне противоположных, так и подтверждающих, что да, еврейская музыка есть. Но, скорее всего, на мой взгляд, конечно, еврейская музыка – это музыка страны происхождения. Евреи – такой народ, который разбросан по всему миру. И там, где мы оставались надолго, понятно, что мы впитывали музыкальную культуру окружающих нас народов. Музыкальные инструменты сопровождали любые мероприятия, которые делали древние люди. Будь то это были какие-то их богослужения, будь то празднества, какие-то бытовые моменты. Что могло быть использовано в качестве музыкальных инструментов? То, что было под рукой. Это шкура натянутая на тыкву, например. Это рог животного. Это жилы, которые вытаскивали из животного, натягивали на какие-то палки либо рога. Так появляются первые инструменты. Первые духовые, первые ударные, струнные. Как выглядели эти инструменты, мы достоверно не можем утверждать. Какие-то археологические моменты еще подтверждают, что так и выглядела та или иная арфа. Но первое упоминание о музыкальных инструментах мы находим в самых древних текстах. Это псалмы. И вот на удивление нам 150-й псалом царя Давида говорит о том, как назывались эти музыкальные инструменты. Аллилуйя! Славьте Бога в храме Его. Небеса плод могущества Его. За дивные деяния прославьте. Несравненно величие Его. В трубы трубите. Ударьте по струнам арфы. Пуститесь в пляс под грохотом бурина. Бейте в литавры. Звоном цебал восславьте. Всякая душа дославит Господа. Аллилуйя! Перечисляются инструменты. Как они выглядели, мы не знаем. В современном языке мы используем эти слова. Невель. В иврите современном сейчас это арфа. Кинор. Скрипка. Тоф. Барабан. Но единственный инструмент, который мы с уверенностью можем утверждать, как он выглядел в древние времена и сейчас, это шофар. Шофар это рог кошерного животного, который мы трубим в период 10 дней с Рожешана по Йом-Кипур. Вот в данном случае у меня есть красивый большой шофар. Попробую звук дать. Ну вот приблизительно так звучали, звучала музыка в те древние времена. Маленькая еврейская майса номер один. Когда царь Давид заканчивал цикл псалмов, не получалось у него завершить 150-й псалом. Вот не хватало каких-то главных интересных слов, последних слов. И вот нету мыслей. Вышел он в сад своего дворца, думал, ходил, пытался сказать какие-то красивые завершающие слова, и не получалось, да еще и лягушка вдобавок квакала. Он говорит, лягушка, ну вот я пишу Богу песню, а ты кваканьем своим не мешаешь. И вдруг лягушка человеческим голосом ему отвечает. Царь Давид, послушай, деревья шумят. Это песнь дерева. Послушай, вода журчит. Это песню воды. Они по-своему славят Всевышнего. Я же умею только квакать. И это мое прославление. Я осенил от царя Давида. И написал он. Кольга не шама тегалель я. Всякая душа да славит Всевышнего. Аллилуйя. Храм, еврейский храм, и первый, и второй, был наполнен музыкой. Левиты, колено леви, служили в храме. Из колена леви вышли священники и, собственно, служащие храма. Они же были и музыкантами, и хористами. Как музыка помогает понимать текст? Ведь псалмы – это непривычная нам рифма. И композитор, или тот музыкант, который должен был исполнять тот или иной псалом, должен быть при помощи музыки поднять текст, возвысить его, донести до слушателя. Это был очень тяжелый труд. И как звучало в храме, к сожалению, мы не знаем. Но первый из подвижников, Гвидодо Ареций, который в XI веке придумал первую, скажем так, нотную запись, хотя еще нельзя назвать это нотами, он попытался сохранить музыку, которая была до него. В дальнейшем это все усиливалось. Появляется двухлинейный нотный стан, чуть позже четырехлинейный, и, как мы сейчас с вами знаем, пятилинейный нотный стан, на котором уже можно записать ту музыку, привычную нам. К сожалению, музыка, которую мы знаем, насчитывает всего несколько веков. С того момента, как был придуман пятилинейный и четырехлинейный стан, и это уже началось записываться. Наша задача сейчас – сохранить эту музыку, передать последующим поколениям. Я в синагоге очень часто использую музыку, которой уже, слава богу, 200 лет. Это великие композиторы европейские, они же кантеры. Левандовский, Беймель, Зульцер, Офенбах. И те, которые были на нашей территории, скажем так, территория Восточной Европы, Российская империя. Это величайшие кантеры, Исраэль-Альтер, Качко. Но вернемся в наше время. Относительно наше время, где-то последние, скажем так, тысячу лет. После разрушения второго храма, да и немножечко раньше, во времена Римской империи мы вынуждены, евреи вынуждены были разойтись по всему миру. Часть древнего Израиля ушла в ближайшие страны. Йемен, Марокко, Ирак. Часть села на корабли и уплыла. Уплыла в страну, которая называлась Сфарад. Испания. Так появляются евреи Сефарды. Часть евреев потом, чуть позже, уплыла, зацепилась за сапожок, за каблучок итальянского сапога и пошла вверх. В землю, которая называлась Ашкеназ. Мистическая земля, северная земля. Так появляются евреи Ашкеназы. Со времен Вавилонского плена, когда было угнано 90% евреев из древнего Израиля, мы уходим с Вавилона и дальше распространяемся по Средней Азии, Кавказу. Так появляются кавказские евреи, бухарские евреи, евреи мизрахи восточные. И куда бы мы ни приходили, мы знакомимся с местной музыкальной культурой. Приносим что-то свое, впитываем музыку соседей, соединяем наши стили, и появляется музыка таких евреев, таких-таких. Она крайне отличная, крайне противоположная по ритмике, по музыкальной окраске. Это, наоборот, обогатило всю музыкальную культуру. Это интересно услышать, как же было придумано. Мало того, мы с собой сохранили пение. Ведь тара, Библия, во время службы в синагоге не читается. Тара поется. И вот эти знаки кантиляции, которые называются та-амэй микра, вкусность прочтения, передают древний восточный стиль. Сейчас, на ваше усмотрение, я хочу вам предоставить вот эти две крайние темы. Мелодические узоры. Первая мелодия, которая прозвучит, мелодия, которая пришла к нам из Йемена. 150-й Псалом. Музыка СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То, что мы с вами услышали, еминская музыка. Та музыка, которая присуща восточным евреям, она передает характер, быт. И, кстати, вот эта мелодия еминская, это, скорее всего, танец. Танец еминских евреев, который настраивал на радость, на подвиги. И мы действительно говорим, что славьте Всевышнего. У нас есть много музыкальных инструментов, мы их будем использовать для улучшения нашей жизни, для победы. А сейчас вы услышите европейскую мелодию. Это современная мелодия. Товарищи Фром написали ее. Музыка полностью подчеркивает ашкеназскую музыкальную культуру, то бишь европейскую. Музыка полностью подчеркивает ашкеназскую музыкальную культуру. Музыка полностью подчеркивает ашкеназскую музыкальную культуру. Музыка полностью подчеркивает ашкеназскую музыкальную культуру. Музыкаえる ашкеназскую музыкальную культуру. четверть восьмую тона здесь у нас прозвучала классическая европейская мелодия где мы используем тон или либо полутон максимум гармония которая привычна нам композитор уникален в том в том варианте что он он сохранил и передал при помощи музыки текст что очень важно как я уже говорил начале псалмы писались без рифмы это непривычные нам стихотворные стили которые мы изучали ям хорея на пест актер и так далее и тут очень сложно было передать но мелодия которая прозвучала легко ложится на европейское ухо и дальнейшем мы с вами еще встретимся с разными музыкальными стилями с разными мелодиями которые присущи как например иракским евреям северная африка испания османская империя центральная европа восточная европа музыка течения еврейского хасидизм хасидская музыка очень популярная в мире также мы услышим и классическую музыку европейскую которая звучала сто двести лет назад в синагогах европы до новых встреч дорогие друзья мы с вами еще прослушаем музыку евреи в разных стран разных стилей пусть в наше неспокойное время у нас всех будет все хорошо храни вас всевышний диалогу евреев и христиан в россии 13 лет и мы видим что отношения и тех и других друг к другу заметно изменились давайте послушаем что говорят сегодняшние христиане о евреях а евреи а христианах израиль действительно очень уникальная страна и очень уникальный народ я не знаю кто еще кроме израиля столько времени живет в состоянии войны я не видел еще никаких никакой страны которой военные которые служат в армии они приходят ночевать домой в которых ты едешь в маршрутке можешь увидеть достаточно много людей с автоматами но в то же время израиль очень благословенная страна потому что если смотреть с точки зрения новых технологий израиль называется стартап нэйшен и эта страна в которой больше гораздо больше чем в других странах появляется новых проектов которые несут пользу которые становятся единорогами миллиардными компаниями и это очень уникальная уникальная смесь я думаю что естественным образом это нельзя объяснить это что-то сверхъестественное что идет от бога и что объясняет то что израиль это божий народ я люблю народ израиля люблю евреев я благодарна господу у нас есть слово божие библия господь и брал этот народ и благодарю господа за то что евангелие пошло от евреев у меня в детстве была подруга тоже еврейка я хорошо отношусь к этому народу я не была в израиле но я верю что побываю в израиле очень хочу побывать бог однажды вложил в мое сердце любить народ и благословляйте молиться за него и мы как церковь ковчег постоянно ведем молитвы за израиль мы благословляем израиль всеми благословениями мы благословляем президента ливлина бла госслаб ловля беннета нафтали без благословляя министр обороны благословляем весь ближний восток чтобы они не поднимали пету на Израиль, ибо поднимая пету, они касаются десницы Господа. И мы благодарим, благодарим Бога за то, что он касается Израиля, каждого поднимает, благословляем, потому как Израиль это та маслина, на которую обращаем внимание, потому что сейчас уже последнее время и Бог грядет. И мы благодарим Бога Всевышнего и Всемогущего, что вкладывает в наши сердца за Израиль. Я была в Израиле, мне Израиль очень понравился. До того, как я приехала в Израиль, я думала, что в Израиле ничего хорошего в принципе нет, и это просто туристическое место. Но когда я попала, я ощутила необъяснимую такую атмосферу, обстановку того, что здесь, именно по этой земле, когда-то ходил Иисус. И меня это просто буквально переворачивало мой внутренний мир. Особенно, когда мы попадали на экскурсии, где говорилось о том, где я воочию увидела, где находится поток Кедрон, куда Иисус пошел, где был этот Гефсиманский сад. Я смотрела на эти оливы, я там стояла, я там молилась. И для меня это очень сильное впечатление, и я очень рада, что мне Бог такую возможность дал побыть в Израиле. И те, кто еще не был, я надеюсь, что будет такая возможность быть в Израиле. Если мы говорим об идеологии, то, конечно же, есть разница между взглядом на мир, есть разница между отношением, разница в ценностях. Так как, в принципе, существует разница между всеми мировыми религиями. Вопрос в том, и, наверное, самый важный вопрос, это не вопрос мировоззрения. Важный вопрос – это вопрос человечности и вопрос взаимоотношений. Можно говорить о том, что было, можно говорить о конкретных людях, которые совершали конкретные поступки. Можно говорить о долгой, тяжелой истории и начинать предъявлять друг другу какие-то претензии. Это путь, который, как мне кажется, ведет в никуда. С другой стороны, если мы будем смотреть друг на друга, как на партнеров, как на соседей, как на людей, которые могут иметь что-то общее, как на людей, у которых возможен диалог, у которых может появиться общая территория, то тогда это действительно все будет иметь смысл. Поэтому, когда вообще еврей смотрит на любого, кто его окружает, будь это еврей, не еврей, представитель любой конфессии, в первую очередь правильный еврей видит перед собой то, что написано в Торе по образу и подобию. Каждый из нас сотворен по образу и подобию Творца. Каждому из нас дан величайший подарок под названием «Жизнь». У каждого из нас есть смысл, есть цель в этой жизни. И на самом деле уже только это может нас очень сильно объединить. Понимание того, что мы соседи. Если мы говорим о планете Земля, то мы соседи. Мы есть человечество. Если мы говорим о том, что мы живем в одной стране, так нас еще больше объединяет. Нас объединяет понятие доброго соседства в пределах одной страны. Мы говорим на одном языке. Мы во многом похожи. И, конечно же, в первую очередь, мне кажется, что нужно видеть почву для партнерства, почву для диалога. К тому же, что действительно, даже с точки зрения ценностей, нам сегодня есть о чем поговорить. Я в последнее время, в последние годы все чаще замечаю, что с еврейской и христианской стороны звучит все больше очень схожих суждений о том, как относиться к происходящему в мире. Очень много похожих мыслей высказывается по поводу окружающих нас событий. И в последние несколько лет, да, это совершенно... Я начал очень сильно обращать на это внимание. И я вижу, что действительно это приносит мне большую радость. Это приносит радость видеть, что наконец-то разница, разница в... Та разница, которая есть между нашими мировоззрениями, она перестает быть критической в плане чисто человеческих взаимоотношений. И наоборот, что наше отношение во многом схожее к событиям, которые происходят, оно начинает быть почвой для этих самых взаимоотношений. Мне кажется, это позитивно, это хорошо. И видно, что эти процессы действительно происходят. Я вижу встречи, межконфессиональные встречи, межконфессиональные диалоги. Да, я вижу, чем занимаются представители иудаизма в России, представители христианства в России. Я вижу, как... в каких атмосферах проходят эти встречи. И это тоже может приносить столько радости. Потому что мне кажется, что в современном мире, и особенно в современном мире, религия может иметь колоссальное значение, колоссально объединяющий лейтмотив. Если мы говорим о России, то для населения России, мне кажется, что этот потенциал нельзя не использовать. И если мы граждане России, те, кто живет в этой стране, если мы будем использовать, если мы будем использовать религию как объединяющий момент, то действительно, мне кажется, что мы все станем сильнее, и можно будет очень многого достичь. Конечно, мы хотим, чтобы в наших программах вы видели не только исторические свидетельства из жизни еврейского народа, но и видеоматериалы о современном государстве Израиль. В ноябре прошлого года состоялся второй выезд пасторов из России в Израиль. Представляем вашему вниманию репортаж о втором дне поездки. Субтитры создавал DimaTorzok Шалом! Мы продолжаем дневник поездки епископов и пасторов из России в Израиль. Сегодня воскресенье, а это значит, что мы начнем его с богослужения. Более 80 человек соберутся на ступенях, ведущих к храму. И давайте поскорее присоединимся к ним. Субтитры создавал DimaTorzok И эти камни помнят твои стопы, Господь Иисус, и мы стоем на этом месте, Господь, и как живые камни мы прославляем тебя. Мы не сможем понять Новый Завет, мы не сможем понять учение Христа, если мы не вернемся к тому началу, к Ветхому Завету, осознавая историю, осознавая те пророческие слова, которые были сказаны, то, что мы называем Ветхим Заветом. Да это, по сути, не Ветхий Завет, это договор был старый, но он обновился, а история осталась. Писание, оно неизменно. Вы знаете, сегодня ходил и думал, в Писании написано, что молитесь непрестанно. И находясь здесь, в Иерусалиме, все говорит о Боге. И очень легко молиться непрестанно. Куда бы ты ни посмотрел Господь, куда бы ты ни посмотрел Господь. И твое сердце наполняется любовью, и это очень прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, здесь просто вот то, что называем намоленное место. Место, где постоянно присутствие Божие. Там, где Бог откликается, отвечает на молитвы. И вы знаете, здесь особо явленное такое вот присутствие, это то, что я ощущаю. Сзади меня находится стена плача, которая показывает то, что все, что было, есть и будет, это все реально. Дай Бог нам все вместе наши сердца открыть, для того, чтобы вспомнить, к какой маслине мы были привиты Богу благодарными быть за это. И просто радоваться вместе, славить Бога, потому что Он соединяет нас, и язычников, и евреев, в один народ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не знаю, сколько раз, но это касается сердца моего так сильно каждый раз, потому что они стараются помнить каждое имя, каждого ребенка, каждого человека, который погиб из-за этого зла. Для Бога это не только масса людей, 6 миллионов евреев, они погибли, но Бог знает каждого человека, каждый человек ценен, и все это место... Смотреть и видеть это тяжело, слушать истории про детей и взрослых, которые потеряли все, невероятно больно. Но это необходимо. Необходимо помнить то, что происходило, необходимо знать эту историю, чтобы учиться на своих ошибках. И сегодня, наверное, самое важное для церкви время — это отдать Израилю долг. Отдать долг своей любовью, своим посвящением, своим участием и работой в том, чтобы не только память сохранилась, но чтобы Израиль процветал, чтобы народ чувствовал себя безопасно. И наши молитвы, они могут быть сильным подспорьем в этом. Субтитры создавал DimaTorzok Наша передача заканчивается в Иудейской пустыне. Сегодня мы с вами пойдем по стопам Авраама вместе с немецким библеистом и журналистом Йоханнесом Герлофом в ожидании открытия новых граней и глубин Божьего Слова. Мы с вами в 12 главе книги «Бытие. Первый стих». Мы с вами в 12 главе книги «Бытие. Первый стих». Сказал Бог Аврааму. В прошлый раз мы увидели, как Бог произнося что-либо творит. Мы столкнулись с созидающей силой Слова Живого Бога. Я хочу еще больше сфокусироваться на этом созидающем действии Бога. Так или иначе, для полного понимания, как действует Бог, мы должны вспомнить человеческие устремления, когда мы стараемся стереть все наши различия. Современная христианская теология также находится под глубоким влиянием желания доказать, что все люди одинаковы. Мы провозглашаем, что Бог любит всех, все одинаковы или почти все. Мы сфокусированы на переживании того, что все народы равноценны, равнозначны, культуры одинаково ценны, особенно в культуре Запада. Сегодня мы даже начали убирать различия между религиями и идеологиями. Но я хотел бы заметить тот факт, что когда Бог говорит, происходит контраст между человеческим желанием все уравнять и его желанием. Если Бог посылает свое слово, если Он говорит, Он всегда делает разницу. Он всегда видит различия. Давайте вернемся к истории о сотворении мира в первой главе «Бытия». Во втором стихе сказано, земля была безвидна, бесформена и пуста. Там был хаос, подобно тому, как присутствует беспорядок между народами после того, как Бог смешал языки. Далее говорится, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. А теперь третий стих. Бог сказал свет, и явился свет. Увидел Господь свет, что он хорош, и положил разницу между тьмой и светом. И Бог не просто сделал разницу, Он еще и дал название каждому явлению. Он назвал свет днем, а тьму ночью. Если вы продолжите читать первую главу, вы увидите, что Он делал разницу между небом и землей, между сушей и морем, между живыми существами и просто безжизненными вещами, между днем и ночью, между сезонами, днями и годами. Он даже заложил идею того, как можно измерять эти разницы. А теперь посмотрите, как Он творил растения и животных. Если мы присмотримся, то отметим, что Он сотворил их разными, каждого породу Своему. Затем, в самом конце, по Своему образу и подобию, Господь создал человеческие существа, и Он делает различия по половому признаку. А под конец сотворения мира Бог создает субботу и полагает разницу между субботой и днями труда. Господь сам отдыхает и тем освящает субботу. Фактически, по еврейской традиции, мы каждую субботу отмечаем эту разницу между субботой и остальными днями, между трудом и отдыхом, святым и несвятым. Далее, в 11 главе книги «Бытие», просто чтобы напомнить вам, Бог делает различия между народами, ментальностью и культурой. В 12 главе Господь делает различия между Авраамом и народами, и в итоге между еврейским народом и остальными национальностями. Я полностью уверен, Павел подчеркивает, что в определенных случаях нет разницы. Впрочем, он никогда не оспаривает или нивелирует разнообразие, сотворенное Господом. Если мы проигнорируем различия, сотворенные Господом, мы не поймем Его слов. Бог, кстати, делал различия для того, чтобы Его творения плодоносили. Если мы откажемся от различий, которые сотворил Бог, мы станем бесплодны, не сможем принести плод. Моё учение подчеркивает разницу между Израилем и другими народами. Я так поступаю, потому что хочу, чтобы мы все принесли плоды. И в поиске я хочу понять разницу между Израилем и остальными народами. Я спрашиваю людей, ты еврей или нет? Так же, как я обращаю внимание, кто мужчина, а кто женщина. Это важно с Божьей точки зрения, по очень простой причине. Только если мы будем жить в определенных Богом различиях между евреем и неевреем, мы сможем принести каждый свой плод в наших отношениях, выстраивая их так, как задумано Богом. Если вам понравились наши передачи, подпишитесь на канал Две Маслины Лайв, чтобы первыми знать о новых выпусках наших передач. Ну а я прощаюсь с вами. До встречи в следующую среду в первый день марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова